Привет! Я делаю накладные ногти на заказ, и если вы тоже хотите этим заниматься или просто интересна эта тема, то это видео для вас. А сегодняшнее видео о том, что нужно для того, чтобы начать. Сейчас лаков у меня много, но когда я только начинала, у меня было три цвета. Неоново-зеленый, неоново-оранжевый и ярко-розовый. Еще я взяла пару гелекрасок, так как они были порядком дешевле, но все же советую брать именно лаки. Что касается базы и топа, я советую брать именно каучуковое, а вот праймер это перевод продукта, для накладных ногтей он вам не понадобится. Для того, чтобы сушить лаки, вам понадобится лампа, а для того, чтобы делать красивые и аккуратные ноготки, пилочки и кисточки. А если вы настроены делать накладные ногти с дизайном, рекомендую взять обезжириватель и безворсовые салфетки. Они помогают потерять косяки на рисунке. Теперь со всем этим набором вы можете смело делать маникюр. А если настроены накладные ногти, вам понадобится следующее. Типсы для накладных ногтей. Не перепутайте с типсами для наращивания или для образцов. Ихнее отличие в том, что типсы для накладных ногтей с изнаночной стороны абсолютно гладкие. Также в большинстве случаев имеется номерок. И по размеру они тоже отличаются. А заказать такие типсы вы можете в моем инстаграме или часто заказывать с Алиэкспресса. Но проблема типс Алиэкспресса в том, что и размеры у них часто китайские. Смотрите, чтобы ширина большого пальца была 1,6, максимум 1,4 мм. Подставки для накладных ногтей. Они бывают как покупные, причем абсолютно разнообразные. Их можно заказать через интернет. Так и самодельные. Допустим, свои подставки я вырезала из пробок. И то, чем вы будете крепить типсы на подставке. Лично я использую двухсторонний скотч. Это правда удобно. И одного кусочка хватает на 1-3 раза. Также многие мастера используют офисный пластилин. При этом пытаться заменить его на обычный не стоит. Так как обычный пластилин в эф-лампе будет размягчаться. На этом сегодня все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Не забывай подписываться на канал. Здесь еще будет много интересного. И пиши в комментариях идеи для следующего видео. Всем пока!